Представьте, что вы стоите посреди бескрайних пустынь Китая, бесконечные дюны, палящий зной, и вдруг стадо пушистых кроликов. Звучит как мираж, правда? Но это не так. В пустынях северного Китая, особенно на окраине Гоби, местные жители нашли неожиданного союзника в борьбе с бедностью и опустыниванием — кроликов. Эти маленькие существа, известные своим мягким мехом и быстрым размножением, выращиваются прямо в самом сердце песков. Это не просто забавный побочный проект, это развивающийся бизнес. Но почему именно кролики? Почему именно здесь? И как вообще кому-то пришло в голову, что это может сработать? Вы будете поражены, узнав, как маленький млекопитающий меняет жизни людей в одном из самых суровых мест Земли. Но сначала давайте разберемся, почему Китай выбрал кроликов, а не другое животное. Пустыни Китая беспощадны, но у кроликов есть несколько настоящих суперспособностей. В отличие от крупного скота, им нужно меньше воды, меньше корма, и они занимают меньше места. Один кролик может приносить несколько пометов в год, что означает быструю отдачу для фермеров. К тому же мех и мясо кролика пользуются высоким спросом как на местном, так и на международном рынках. В районах, где земля слишком бедна для выращивания сельскохозяйственных культур или разведения крупного рогатого скота, кролики предлагают эффективное и масштабируемое решение. Правительство поддерживает небольшие кроличьи фермы в рамках более широких программ по борьбе с бедностью, особенно в провинциях, граничащих с пустынями, таких как внутренняя Монголия. Но насколько прибыльным может быть кролик из пустыни? Сейчас вы узнаете, сколько денег скрыто в этом мехе. Разведение кроликов в пустыне оказывается на удивление выгодным. Один кролик может давать несколько килограммов мяса и высококачественного меха каждые несколько месяцев. Умножьте это на сотни, а то и тысячи, и у вас получится бизнес, который способен вывести семью из бедности. Некоторые фермеры в пустыне сообщают, что зарабатывают несколько тысяч долларов в год только на разведении кроликов. Это огромный прирост по сравнению с традиционными занятиями в пустыне, такими как выпас коз или овец. Кроме того, спрос на кроличий мех, особенно на ценный ангорский, резко вырос по всему миру, открывая экспортные рынки. Но дело не только в деньгах. Речь идет и о выживании. Как же этим хрупким существам удается выживать в суровой пустынной жаре? Это следующая загадка, которую мы разгадаем. Можно было бы подумать, что кролики в пустыне погибают один за другим, но местные фермеры придумали хитрые способы, чтобы сохранять их в прохладе. Подземные норы, затененные вольеры и методы кормления с экономией воды помогают кроликам избегать перегрева. Некоторые породы кроликов также более устойчивы к засушливым условиям, что делает их идеальными для разведения в пустыне. Интересно, что сами кролики способствуют улучшению почвы. Их помет обогащает песчаные почвы, добавляя столь необходимые питательные вещества и способствуя росту растений поблизости. Но здесь есть и более широкая картина. Кролики – это лишь одна часть масштабных мегапроектов Китая, направленных на преобразование пустынь. Приготовьтесь узнать, как Китай борется с неумолимым наступлением Гоби. Огромные компании Китая по борьбе с опустыниванием выходят далеко за пределы кроличьих ферм. Известные как «Зеленая Великая Стена», эти проекты нацелены на высадку миллиардов деревьев, трав и кустарников, чтобы сдержать наступление пустыни. Но наряду с растениями, введение таких животных, как кролики, также играет роль в оживлении земель. Разведение кроликов помогает стабилизировать местную экономику, давая людям стимул оставаться и заботиться о земле, а не покидать ее. Кроме того, кроличий помет повышает плодородие песчаных почв, способствуя росту трав и кустарников. Такой многоуровневый подход, сочетающий растения, животных и человеческие усилия, меняет облик китайских пустынь. Но сможет ли он действительно остановить могущественную Гоби от захвата новых земель? Давайте узнаем это в следующей главе. Пустыня Гоби – одна из самых больших и агрессивных пустынь на планете, простирающаяся более чем на 500 тысяч квадратных миль. Каждый год она продвигается все дальше на когда-то плодородные земли, угрожая деревням, городам и даже качеству воздуха по всей территории Китая. Но Китай ведет с ней ожесточенную борьбу. Масштабные проекты по закреплению песков с помощью трав, кустарников и деревьев направлены на то, чтобы удержать движущиеся пески на месте. Разведение кроликов – часть этой экологической головоломки. Поддерживая местных фермеров, Китай снижает уровень миграции людей из этих засушливых районов, сохраняя человеческое присутствие на передовой. Это важно, потому что когда люди уходят, земля деградирует еще быстрее. Но человеческие руки – не единственный фактор в этой борьбе. Давайте подробнее рассмотрим людей, формирующих будущее пустыни. За каждой пустынной кроличьей фермой стоит семья, часто нескольких поколений, которая полагается на этих пушистых созданий ради выживания. Разводить кроликов в песке – задача не из легких. Воды мало, температура резко меняется, а корм часто стоит дорого. Однако благодаря государственным субсидиям, техническому обучению и программам доступа к рынкам многим семьям, живущим в пустыне, удалось превратить разведение кроликов в стабильный источник дохода. Интересно, что некоторые фермеры экспериментируют со скрещиванием растений, приспособленных к пустыне, и кроликов, создавая микроэкосистемы, которые помогают друг другу процветать. Но не все так радужно. Баланс между экономическими амбициями и защитой окружающей среды может быть сложным, и здесь возникает столкновение между стремлением освоить пустыню и зелеными инициативами. На бумаге это звучит идеально. Сажайте деревья, разводите кроликов, озеленяйте пустыню и выводите людей из нищеты. Но на деле все гораздо сложнее. Масштабные проекты по посадке деревьев часто требуют воды, которой в пустынях попросту нет. Разведение кроликов также зависит от воды и импортных кормов, что увеличивает нагрузку на и без того ограниченные ресурсы. Некоторые ученые предупреждают, что чрезмерное внимание к озеленению поверхности может привести к игнорированию более глубоких экологических рисков, таких как истощение подземных вод. Тем не менее, для китайского правительства эти видимые успехи крайне важны, особенно для демонстрации истории успеха на мировой арене. Говоря о больших амбициях, давайте разберемся, сколько же денег Китай вкладывает в свои миллиардные проекты по преобразованию пустынь. Борьба Китая с опустыниванием — это далеко не мелкая операция. Речь идет о миллиардах долларов, вложенных за последние десятилетия. Целые уезды были перепланированы, леса высажены на тысячах квадратных миль, а для отслеживания движения пустыни даже были развернуты спутниковые системы мониторинга. Разведение кроликов часто поддерживается этими крупными финансовыми инициативами, местным сообществам предоставляются гранты, кредиты и техническая помощь. Цель — создать устойчивые зеленые пояса, которые будут удерживать песок и обеспечивать местных жителей средствами к существованию. Но по мере того, как вода становится все более дефицитной, а климатические нагрузки растут, выживание этих проектов и самих кроликов далеко не гарантировано. На самом деле кролиководческие фермы оказались вплетены в гораздо более масштабную историю — водные войны Китая. Вода — это жизненная сила любого проекта в пустыне, и в Китае она становится драгоценным и оспариваемым ресурсом. Пустынные регионы уже сталкиваются с исчезающими реками, падающим уровнем грунтовых вод и ожесточенной конкуренцией между сельским хозяйством, промышленностью и городскими нуждами. Кролиководческие фермы, хоть и небольшие, все равно нуждаются в воде. Не только для животных, но и для выращивания кормов. Некоторые критики утверждают, что расширение кролиководства в пустынях может усугубить нехватку воды, сталкивая мелких фермеров с крупными промышленными предприятиями и мегаполисами. Однако другие считают, что при грамотном управлении кролиководство может даже способствовать сохранению воды, заменяя более водозатратный скот, такой как крупный рогатый скот. Но по мере того, как бушуют песчаные бури и меняются климатические условия, хрупкое равновесие между песком и выживанием становится все труднее поддерживать. Готовы ли вы встретить бурю? Каждую весну мощные песчаные бури накрывают Северный Китай, окрашивая небо в оранжевый цвет и задыхая города в пыли. Эти бури, подпитываемые расширением пустынь, угрожают как людям, так и животным, включая уязвимые кролиководческие фермы. Песок может забивать кроличьи вольеры, загрязнять источники воды и даже портить нежный мех, который придает животным их рыночную ценность. Тем не менее, некоторые фермеры нашли способы превратить эту угрозу в возможность. Укрепляя кроличьи жилища местными материалами и используя барьеры от бурь, они не только защищают своих животных, но и помогают оградить от песка близлежащие посевы и поселения. Однако защита мягкого кроличьего меха от абразивного песка остается постоянной борьбой. И помимо грозовых небес, у этой истории успеха в пустыне есть еще одна скрытая цена. Разведение кроликов в пустыне сопряжено с трудностями, которые часто остаются незамеченными. Стоимость корма может резко возрасти, когда местная растительность скудна и фермерам приходится завозить пищу из отдаленных регионов. Ветеринарная помощь также ограничена в отдаленных районах пустыни, что делает вспышки заболеваний постоянной угрозой. К тому же успех может принести и собственные проблемы. По мере того, как все больше фермеров начинают разводить кроликов, рынки могут перенасыщаться, цены обрушиваться, а мелкие фермеры вытесняться крупными хозяйствами. Это тонкое искусство баланса, где прибыль может быстро обернуться убытками. Но для многих мечта выйти на мировые рынки, особенно на прибыльную торговлю мехом, не дает сдаться. Давайте приоткроем завесу над экспортными амбициями Китая в пустыне. Кроличьи фермы Китая, в том числе расположенные в пустынных районах, все теснее связаны с международными рынками. Мех ангорских кроликов, ценимый за свою мягкость и тепло, отправляется по всему миру для производства роскошной одежды и текстиля. Кроличье мясо также попадает на зарубежные рынки, хотя и менее заметно. Для фермеров из пустынных районов выход на эти экспортные каналы сулит более высокую прибыль и экономическую стабильность. Однако выход на мировой рынок требует соответствия строгим стандартам качества, умения ориентироваться в условиях нестабильных цен и конкуренции с крупными промышленными фермами. Тем не менее, для многих сельских общин мечта продавать мягкий мех и нежное мясо за границу поддерживает жизнь пустынных кроличьих ферм. Однако по мере развития пустынных проектов возникает большой вопрос. Что будет после кроликов? Хотя кролики принесли надежду многим пустынным сообществам, они лишь одна глава в более широкой стратегии Китая по освоению пустынь. Наряду с животноводством испытываются новые технологии. От посадки с помощью дронов до биоинженерных пустынных культур. Обсуждается масштабирование солнечных электростанций, проектов по ветроэнергетике и даже развитие экотуризма в этих когда-то бесплодных регионах. Кролики, возможно, открыли дверь, но долгосрочное преобразование пустыни будет зависеть от целого комплекса инноваций. Главный вопрос заключается в том, сможет ли Китай сбалансировать экономические амбиции с экологической ответственностью, чтобы сегодняшние кроличьи фермы не превратились в завтрашние экологические катастрофы. В заключительной главе мы рассмотрим будущее видения китайских мегапроектов в пустыне и уроки, которые может извлечь весь мир. Эксперименты Китая в пустынях от посадки деревьев до разведения кроликов представляют собой одну из самых масштабных попыток преобразования земель на земле, и ставки здесь чрезвычайно высоки. Если эти проекты окажутся успешными, они смогут превратить огромные участки песка в продуктивные, пригодные для жизни территории, став примером для других засушливых регионов мира. Если же они потерпят неудачу, последствия могут быть катастрофическими. Потраченные в пустую миллиарды, разрушенные экосистемы и усугубление бедности в сельских районах. История о кроликах в пустыне – это увлекательный взгляд на креативность и сложность борьбы Китая с опустыниванием. Это история выживания, амбиций и тонкого баланса между природой и человеческой волей. По мере того, как пустыни меняются, а кролики размножаются, ясно одно – эта битва далека от завершения. Хотя они могут показаться незначительными, кролики – не просто сельскохозяйственные животные. Они выступают как инженеры экосистем в условиях пустыни. Их норы рыхлят уплотненную почву, позволяя воздуху и воде проникать глубже. Их помет, богатый питательными веществами, помогает удобрять скудные пустынные растения. Со временем эти микроскопические изменения могут преобразить местные экосистемы, способствуя росту растительности и привлекая других животных, например, насекомых и мелких птиц. Но есть риск – если популяция кроликов вырастет слишком быстро, они могут выедать хрупкие растения, превращая полезное в разрушительное. Управление этим балансом – теперь ключевая задача специалистов по охране пустынь. Но как именно ученые отслеживают эти изменения на таких обширных песчаных просторах? Да, вы все правильно поняли. Китай использует спутниковые технологии для мониторинга изменений в зонах разведения пустынных кроликов. С орбиты ученые могут отслеживать состояние растительности, температуру поверхности Земли и изменение песчаных массивов. Сопоставляя эти данные с местными отчетами о фермерстве, они могут увидеть, как разведение кроликов влияет на ландшафт в масштабах всей территории. Этот передовой мониторинг помогает политикам корректировать стратегии в режиме реального времени, расширяя успешные методы и отказываясь от неэффективных. Это удивительное сочетание традиционного земледелия и космического наблюдения, направленное на преобразование одних из самых суровых мест на Земле. Но смогут ли даже самые острые глаза на орбите предсказать долгосрочное влияние кроликов на пустыни Китая? Помимо экономики и экологии, кролики незаметно меняют культурную жизнь пустынных сообществ. В некоторых регионах разведение кроликов стало поводом для проведения местных фестивалей, на которых чествуют этих животных с помощью поделок, рецептов и даже детских игр, посвященных кроликам. Традиционные блюда пустыни переосмысливаются с использованием кроличьего мяса, что придает местной кухне новые вкусовые оттенки. Появились небольшие предприятия, продающие изделия из кроличьего меха ручной работы, от шарфов до декоративных предметов, сочетая древние навыки выживания в пустыне с современными модными тенденциями. Эти культурные изменения не только укрепляют идентичность сообщества, но и привлекают любопытных гостей и туристов, желающих увидеть, как скромное животное меняет и землю, и жизнь. Но поможет ли этот культурный подъем обеспечить долгосрочное будущее кролиководства, или это всего лишь временное явление?